Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 16 апреля. Я стою, жду восхода и пойду во Шрам позавтракаю. Хотя у меня вот Саши там готовит себе чай и Сайрам, сайрам! Сайрам! Вот смотрите. Мы же иногда вместе его с Ванной встречаем. Вот сейчас она совсем в другом месте. Вот сквозь деревья я вижу, уже просвечивается. Раньше было вот здесь. Вот здесь. А сейчас вот здесь. снимаю с одного и того же места из своего окна. Саши побежал мне такси вызывать. Все, пока-пока. Пока-пока. I love you. Все, пока-пока. Thank you. Сайрам, I don't take key. I come back soon. You come in one hour? Да, да. In one hour. Я скоро вернусь, я даже не взяла ключи. Сайрам, сайрам, пока-пока. По холодку, я так думаю, Лаки убежал. Еще 6.30 утра. Еще раз доброе утро. Сегодня 16 апреля. Что тут такое у нас творится? Там гудят, всем гудят. 6.30 утра. А, это он собирает народ воду, воду. Питьевую воду, чтобы покупали. Будет людей. Женщины приходят с кувшинами, с такими бетонами, бутылями. Вода дешевая. Вот у нас литров 15, по-моему, 10 рупий стоит. Как-то так. Вот. Хорошая вода. Эту собачку я тоже знаю. Вот. Ну, может, кто первый раз сегодня смотрит мое видео. Мы находимся в Южной Индии, штат Андра-Прадеж. А деревня называется Путта-Парти. Очень хорошая деревня или городочек, или поселочек. Вот. И вся жизнь здесь крутится вокруг ашрама. ашрама сайбабы. Куда я сейчас иду? На завтрак. Вот. Очень вкусный там завтрак. Всегда одинаковый. Кашка упма. Она всегда есть. А иногда еще идли, иногда вада, иногда доса. и все это стоит шесть рупий каждая. Вот. Ну, обычно часто мы завтракаем вместе с мужем дома. Он готовит яичницу. Иногда я готовлю кашку, а иногда вот хочется в ашрам. Там очень вкусно. вижу. Вижу. Это мой любимый дедушка, и он меня видит. Я вижу, что он меня видит. Дорогу-то надо перейти. Вот видите, 6.30 утра. Он уже на работе. Если не 6.20. Так. Здравствуй, дедушка. Сайрам, Сайрам. Ну, как вот его спросить, как его зовут? Он же не скажет. Сайрам. Вот не скажет, это точно. Вот такие сегодня ранголи нарисованы. Во шляме снимать нельзя, я выключаю камеру. Надо же, очередь. Очередь в столовую. Обычная очередь, когда осень, зима, когда людей много. весной народу мало, очереди нет. Просто открытие только. Большая группа. Это, наверное, или студентки. Студентки, скорее всего, в желтых. Как много сегодня народу. Даже место трудно найти. Сейчас найдем. Всем приятного аппетита. Пища это бог. не выбрасывайте пищу. Не тратьте зазря. Так, надо как-то перейти дорогу. Вот, вышла вот отсюда в Пурамгейт. Я вчера видео с Амандой открыла. Так, что тут такое на камере? вот, ездили же в гости команде. И почему-то так много было комментариев о том, что почему она вас не накормила и что это за негостеприимство такое. На самом деле с очень активным ребенком, а Шаши у нее очень активный ребенок. Это было непросто нам договориться. я ее просила показать, как она живет. Она так она вначале сказала, вы же наверное снимать еще захотите. Я говорю, только на минуточку, на минуточку. Вот. И в конце концов она согласилась. И опять же надо время выбрать снимать у нас беседовать. Мы с ней уже не могли полгода найти время для интервью. Потому что на самом деле Саши очень активный ребенок. И когда мы этот план придумали, что я приеду к ней, мы приедем к ней, и вот насколько позволит сон ребенка, настолько мы с ней побеседуем. И конечно ее тоже, как и меня, удивили эти комментарии, что негостеприимная хозяйка, почему она не кормила. Мы туда ехали не есть, не пить. Мы знали, что маленький ребенок. Мы ели в 12 у моего Шаши в 12 обед всегда, поэтому в 12 поели, в час выехали. Не есть, не пить, не хотели. Хотели только встретиться и провести полчаса, минут 40. В 2 нам нужно было быть уже на почте. вот. И чтобы отрывать это драгоценное время, где я хотела походить, посмотреть вот на какую-то еду, себя впихивать, все равно мы ничего не стали есть. То, что она предложила, самое лучшее, это холодный компот. Вот. В такую жару это самое, но холодный компот мы выпили по стаканчику. Вон мой дедушка. Нет, меня он уже упорно не замечает. Красавчик. Челму снял. Жарко ему в этой челме. Вот. Вот она вчера ко мне пришла, Аманда с малышом, в 6 вечера. К нам вчера приходили гости днем. Вот с ними мы пообедали, но сниматься они не хотели. Три девушки русских с Краснодара. И они привезли мне в подарок 2 килограмма гречки. Ну, розы принесли и 2 килограмма гречки. И мы с Амандой договорились, мы все равно скоро уезжаем. Говорю, Аманда, а вам как раз надолго гречки хватит. И они к нам зашли. И тоже Аманда зашла, с виноградом пришла, но у нас, вот что мы сидели 20 минут, у нас не было времени даже по виноградинке съесть. Ребенок познает мир, ему надо посмотреть и то, и то. Это новое место для него. Это потрогать, это открыть, это открутить. Как у меня сын маленький был, мы так удивлялись, как они отличаются от девочек. У нас все было цело, здорово, даже до нашего замужества, все наши игрушки, до моего. А как только у меня появился сын, все, надо это открыть, это посмотреть, это оторвать, что у самого не получается, приносил мне. Мама, помоги открутить колесики от машинки. Вот. Ну, вот такие некоторые мальчики. И Шашир такой же здоровый, активный ребенок. И посниматься с ним не получится. мы с Амандой очень часто общаемся, встречаемся в Ашраме, на улице, домой к нам она приходит. Но съемки мы можем сделать только когда ребенок спит. И вот мы сейчас вчера с ней договорились, что может быть, надо еще кое-что договорить. Может быть, до нашего отъезда на север мы еще найдем полчаса для встречи. И опять же, это надо днем созвониться. Уснул малыш, хорошо уснул, крепко. Мы быстренько берем рикшу и приезжаем. А если он чутко спит, то не приезжаем. Поэтому вот так вот особенности съемки. И уж естественно тратить это драгоценное время на то, чтобы сесть и начать есть то, что мы можем съесть до того, не хочется. Не хочется. А поговорить мы хотели о женихах. О женихах. о подводных камнях жизни с индийцами или с любым другим, конечно, человеком. Вот. Очень много иллюзий об индийских мужьях. Девушки смотрят красивые фильмы и думают, что такая жизнь будет сказка. И вот Аманда хотела кое-что рассказать. Разве эти иллюзии. Вот эта собака, у которой были брови. Модница. Такси не смогло проехать. Там мусорный трактор у нас. Сэра. 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 Вот так здесь собирается мусор. В корзинках. Специальные люди. Там сверху у нас одна мусорник. Один мусорник. сзади Сэра. Лаки? Лаки? Ушел Лаки? Да-да, говорит. Нет, пока не очень жарко. Собачка Лаки гуляет. Видимо, это как бы особенность может быть имени. Имя накладывает отпечаток. шаши такие активные люди. Хотя мой шаши говорит, что в общем-то в Индии у них это женское имя. И много женщин с именем шаши и очень мало мужчин. Он говорит, я знаю вот себя, вот этого малыша, шаши Капур, артист. Ну и так. Практически не знаю. Камбэк. Да, ну ладно, все. Всем добра и сметаны. Но мы еще вивилгоу автонун самвер. Да, мы еще сходим куда-нибудь на ланч днем и поснимаем. Я возьму у Саши интервью о его жизни, если вспомню. Вот. Ну а пока что пошла домой. Займусь своими обычными домашними делами. Всех обнимаю, всех люблю, всем намасте, всем добра и сметаны, всем всего самого наилучшего, но далеко не уходите, мы еще увидимся. Пока.